Дюкьюсупов.ру Какие есть достоинства и какие нюансы появлялись в ходе их эксплуатации. Где-то с конца 90-х годов я использовал только эмуляторы ZX Spectrum. Сначала под MS-DOS, потом под Windows, там Linux. Но с каждым годом всё больше и больше зрелого желания купить себе настоящий ZX Spectrum и уже с помощью него получать, скажем так, то удовольствие, которое получают люди от ретро-гейминга. На самом деле, приобрести какую-то оригинальную модель ZX Spectrum достаточно непросто. Тем более тому, например, кто не разбирается в электронике и кому было бы сложно её починить. Потому что всем этим моделям уже там за 30 с лишним лет и, скажем так, купить их в работоспособном состоянии достаточно непросто. А купить кота в мешке, чтобы потом разбираться, что там у него не работает и как его можно починить, ну это такая лотерея. Потом я узнал уже о существовании различных современных клонов ZX Spectrum. То есть не только тех, которые выпускались в России, но и более современных, которые выходили в 2000-х годах, в 2010-х. Вот. И однажды ещё на канале Sinclair я увидел ролик про такое устройство, как ZX DOS+. Это вот такая вот коробочка, которая представляет из себя плату на основе FPGA микросхемы, которая позволяет заливать сюда разные прошивки и за счёт этого, перепрограммируя вот эту самую FPGA микросхему, мы получаем, скажем так, железную реализацию какой-либо схемы. Но не на, скажем так, большой платье, а в таком вот маленьком вот размерчике этой микросхемы. Здесь ещё это сделано более удобно, то есть не надо сюда подключать какие-то там провода отдельные, там какой-то программатор там и прочее-прочее. Здесь всё это делается через удобный BIOS, то есть куда можно спокойно зайти, залить любую прошивку, и у вас устройство уже с этого момента может использовать её, например. Вот. Почему, собственно говоря, был приобретён? Ну, во-первых, мне сильно понравилась его компактность, потому что размер действительно этой коробочки совсем минимальный. Её можно спокойно спрятать, например, за монитор, она там туда даже высовываться не будет, и не занимать рабочий стол. Что, например, вот если брать оригинальные модели Spectrum, а там или даже клоны их, то есть там получается ситуация, что они все достаточно такие большие, и занимают много места. Вот. Самое, в принципе, главное, основное, за что я зацепился, когда вот у неё про него услышал, это то, что эта штука позволяет запускать в качестве ядра ZX Spectrum Next. То есть ZX Spectrum Next это такая современная модель, которая была выпущена в Англии. Стоит она дорого, то есть на момент, когда я приобретал, например, это устройство, стоило там условно 10 тысяч рублей, а ZX Spectrum Next можно было купить там от, по-моему, 35 тысяч рублей. То есть разница в более чем в три раза. Понятное дело, что лучше купить дешёвое и точно так же работающее, чем более дорогое. У более дорогого, конечно, там красивая клавиатура и всё такое, но цена, как говорится, решает. Дальше мне понравилось, что у этого устройства есть, как раз, как у многих современных клонов, современные разъёмы. Вот тут их много, они по всем сторонам. Например, вот у него есть разъём под PS2 клавиатуру, PS2 мышь. То есть можно спокойно подключать сюда любую клавиатуру, любую мышь. То есть здесь не требуется отдельная кайт-спектрумовская клавиатура, которую очень сложно достать, особенно в рабочем нормальном состоянии. Поверьте мне, это действительно проблема. Здесь есть даже, в принципе, разъёмы USB, куда можно подключать те же самые клавиатуры и мыши, но тут есть проблема. То есть, ну, понятное дело, что клавиатура должна всё-таки поддерживать именно всё-таки PS2 протокол, и мышь тоже. И подключить, скорее всего, сюда получится только одно устройство. То есть подключенными вот сюда, например, устройством клавиатуры, а сюда мышь, и начинаются какие-то проблемы. Ну и, соответственно, если у вас есть, например, USB клавиатура или мышь, в которых есть поддержка PS2 протокола, можно их также подключить сюда просто через переходники, которые там, например, есть. С клавиатурами, на самом деле, такая ситуация очень интересная. Вот если просто посмотреть вот размер вот этого вот устройства, вот он, совсем небольшой, и, например, взять полноценную клавиатуру, то можно понять, что размер полноценной клавиатуры в несколько раз больше. Я долго не мог подобрать нормальную PS2 клавиатуру, которую можно было подключить к этому устройству. Ну, долго шались тут по сторонам интернета, смог надыбать вот такой вот вариант. Это компактная клавиатура, почти ноутбучного формата, тоже PS2. Прекрасно работает с этим устройством. То есть, всё-таки, эту проблему можно было решить. Вот, с мышками ещё проще. Всё-таки до сих пор попадаются ещё мыши с портом PS2. Ну, конечно, вот ситуация с USB, да, то, что вот не все USB кавиатуры поддерживаются, и вот даже вот есть USB порт, который можно втыкать только мыши с PS2 поддержкой. Так и хотелось бы обратиться к разработчикам этих клонов, сказать, ребята, ну, протокол USB уже очень много лет. Я понимаю, что протокол PS2, он очень простой. Чрезвычайно, скажем так, простой. Да, протокол USB гораздо более сложный, но всё-таки, да, можно всё-таки допилить уже наконец-то и использовать обычные там USB кавиатуры и USB мыши. Тем более, что сейчас есть множество разных беспроводных вариантов, и вот очень хотелось бы иметь и такое вот устройство и подшить к нему беспроводную кавиатуру и мышь. Сейчас это просто невозможно. То есть, приходится пользоваться, скажем так, хвостатыми устройствами. Вот, также здесь, например, есть два порта джойстика. Жойстики здесь можно выбрать прямо в биосе их назначения, то есть, Кэмпстон, Синклер, Фуллер, там ещё что-нибудь. То есть, разные варианты. Они стандартных размеров, то есть, это обычные DB9. В них можно воткнуть любой жойстик типа Atari. Sega Mega Drive 2, которых сейчас, в принципе, тоже ещё возможно купить. Хотя качество их, к сожалению, скажем так, не очень. Дальше я начал проводить разные изыскания и казалось, что, в принципе, сюда можно воткнуть любые джойстики, даже на тех, на которых написано 16 бит. Вот, например, у меня есть такой вот джойстик. Он здесь вполне себе нормально работает, несмотря на надпись 16 бит. Вот, и в тех, например, приложениях, там, тех ядер, где была встроена расширенная поддержка джойстиков, то есть, поддержка более чем одной кавиши, то есть, можно вполне использовать все три кнопочки. Например, в игре там Delta Shadow прекрасно этим образом задействована. Ну и, как я тоже проверял, вот есть, например, у меня ещё беспроводной геймпад, вот такой от фирмы 8BitDo, модель M30, который подключается вот таким вот донгом, то есть, он тыкается вот сюда вот, и, как показал практика, прекрасным образом работает с этим устройством. Причём, например, вот этот вот джойстик, как я сказал, здесь уже работает, а на многих вот моделях, вот, скажем так, на старых спектрумах, там, да, на новых клонах спектрума, вот у меня не получилось его никак завести. Тем более, в попытках его, скажем так, применить, я сжёг одно устройство Campton джойстика, вот, и сжёг ещё, по-моему, частично одну микросхему в своём ZX Spectrum Plus 2. Так что, поаккуратнее с такими вещами, да, то есть, вот, осторожнее, скажем так, не стоит их втыкать в разные порты. Здесь ещё есть у нас аудиовыход и аудиовход, обычные джеки, то есть, подходит, опять же, любой провод стандартного размера. Вход работает не только для ZX Spectrum, то есть, не только в ZX Spectrum, можно грузить с магнитофона, но ещё в других ядрах, где поддерживается загрузка с магнитофона, то есть, это тоже всё хорошо. В принципе, очень даже полезно. Ну, загружать можно здесь не только, соответственно, с магнитофона на спектруме. Здесь встроена поддержка ESX DOS, и это очень хорошо. То есть, всё это прекрасно работает, загружаются образы дисков, например, загружаются образы TAP-файлов, и всё это здорово упрощает работу с этим устройством. То есть, по сути дела, от эмулятора уже это мало чем отличается, то есть, все удобства, которые там есть, здесь тоже присутствуют. То есть, можно всегда поставить на паузу, сделать снэпшот, загрузить снэпшот. То есть, удобство эмуляторов потихонечку переходит в железные вещи. Но, вот тут есть ещё один разъём, который очень напоминает ZXBUS. Ну, не то, чтобы даже напоминает, он, собственно, как бы должен им и являться. И, когда я читал про это устройство на сайте, там было написано, что вот, как бы, вот это вот ZXBUS, да, и поддерживается там в спектруме. Но, такая была приписочка, но работает только там в ZX Spectrum Next. Ну, в итоге, как оказалось, что работает этот разъём ZX Spectrum Next только, по-моему, для загрузки с этих вот картриджей специальных. И больше, по-моему, ни для чего он не приспособлен. То есть, когда у меня тут захотелось использовать вот это вот устройство для загрузки игр с реальных дисководов, с нормальных дискет, у меня сохранились дискеты ещё с 90-х годов. Я себе прикупил тут дисководы и попробовал подключить к нему контроллер дисковода, который тоже приобрёл. Вот такого вот вида. BetaDisk 128X. Приобретал у одного чеха. Через eBay. Но, несмотря на то, что эти устройства у нас физически прекрасно стыкуются, вот таким образом вся эта конструкция выглядит, но оказалось, что, несмотря на свою физическую подобность разъёма, логически, внутри вот этих вот ядер, которые здесь присутствуют для ZX Spectrum, оно несовместимо. То есть люди, которые разбираются вот в этих вот прошивках этих ядер, сказали, что там что-то не так законнекчено вообще. И работать оно не будет. Вот это, конечно, был самый сильный облом, который я получил. И это не позволило мне использовать это устройство как единственное. Из-за этого мне пришлось покупать другие модели Spectrum, но о которых я расскажу в следующих роликах. А пока вернёмся к нашему ZX-DOS+. Это на самом деле доработанный вариант устройства, которое, собственно, являлось наследником ZX Uno. В этом вот варианте добавлено памяти, то есть здесь 4 мегабайта памяти. И тут ещё надо остановиться на том, что есть как минимум три разных варианта вот этой вот памяти, то есть либо на двух чипах, либо на одном чипе. и какие-то варианты там были с вами через DRAM, какие-то с DDR3. И вот это на самом деле вызывало самую большую проблему вот у меня с данным устройством, потому что многие ядра были написаны специальным образом, оттестированы только на каком-то конкретном варианте вот этого вот устройства. И для остальных ядер, видимо, для остальных устройств, ну просто, видимо, эти ядра не работали. То есть я, например, столкнулся с этим сразу, когда вот я купил устройство, и там уже было записано ядро NES, ну, без Dendy, Famicom, и оно у меня запускалось, но не загружало игры. Вообще не загружало. Оказалось, что это, в принципе, именно из-за того, что у меня просто другой вариант. Когда там ни один товарищ его слегка доработал, игры оно стало грузить, но перестало работать джойстики. Так у меня это ядро NES и не работает. То есть как у Dendy я им пользоваться не могу. Тоже попал в ситуацию, когда, например, ядро ZX Evolution TS Config, оно было, как бы сделано под это вот устройство, я его записал, и оно у меня не запускалось вообще. Опять же, этот товарищ мне его слегка там допилил, и, собственно, теперь у меня здесь есть ядро ZX Evolution TS Config, оно прекрасно здесь работает. то есть вот такие вот нюансы, когда вроде ядро есть, но оно у вас тут на этом устройстве не работает, хотя как бы заявлена поддержка, и оно создано именно для этого вот ZX DOS+, но оно работать не будет. Ну вот, такая вот ситуация бывает. Опять же, первый, собственно, вариант, который я покупал, он был, скажем так, не совсем допиленный до конца, потому что множество ядер было разработано именно для варианта устройства ZX Uno еще до этого, то есть их еще не переписали под вот это вот устройство. И только где-то через год, когда вышла уже обновленная прошивка со всеми этими ядрами, вот это устройство на самом деле получилось таким отличным 8-битным комбайном, который поддерживает чуть ли не там не все варианты там разнообразных 8-битных платформ. То есть здесь, как я уже говорил, есть, понятное дело, Spectrum, тут есть Commodore 64, тут есть Atari 2600, даже есть IBM PCXT, то есть который позволяет запускать все игры написанные там до 286-го процессора. То есть 386-й процессор, если там требуется, они работать просто не будут, но до 286-го есть. Соответствующим образом тут получается возможность запускать обычные IBM-овские игрушки. Есть другие платформы, да, то есть MSX, ColecoVision, там какие-то аркадные автоматы есть, например, там Pong, всем известный. То есть в целом это такой здоровенный комбайн. Вот в одном вот этом маленьком устройстве много-много-много всего. Этим достаточно удобно пользоваться. Как я сказал, там есть BIOS, который позволяет гибко настраивать все вот эти вот параметры. Есть возможность заливки своих ядер, если, например, вы там их разрабатываете. Есть возможность заливки ядер, разработанных другими членами сообщества. Ну, в принципе, я сейчас использую его в основном как ZX Spectrum Next. То есть вот все остальное, понятное дело, тоже иногда там, скажем так, запускается, тестируется, проверяется, играется, но основное значение, конечно, это ZX Spectrum Next. В этом смысле это устройство просто отличное. Кто-то может сказать, что это не настоящий ZX Spectrum, это просто железный эмулятор, но я этим людям, в принципе, могу сказать, что в том же самом оригинальном ZX Spectrum Next там стояла микросхема ULA, которая представляла себе такую же набор логики, она такой же, такого же, можно сказать, формата, как программируемая микросхема, только она программируется не с помощью прошивки там или там программатора, а прямо на заводе, то есть физическим образом она создавалась. Но уж после того, как ее там все вскрыли и повторили в разных вариантах в том же тех же самых FPGA, то говорить о том, что здесь какая-то такая непонятная эмуляция происходит, нет, здесь эмуляция не происходит, здесь работает настоящая плата, которая просто прошивается и загружается при старте системы. Единственный, конечно, вопрос именно к реализации самих этих прошивок, то есть насколько они соответствуют на самом деле, точно соответствуют тем самым вот устройствам, ну тут я бы сказал по поводу спектрума, здесь я бы придираться бы не стал, качество воссоздание на самом деле очень хорошее, есть там ядра, конечно, для этой вот железки, которые не очень хорошо допилены, например, с Commodore 64 у меня возникли определенные проблемы, но тут, как говорится, все зависит от того, кто, собственно, это ядро разрабатывает, то есть есть энтузиасты, которые пилят до 100% совместимости, ну а есть варианты, когда оно допилено, там, условно говоря, до 99% в целом, меня это устройство полностью удовлетворяет, единственный у него с точки зрения меня косяк, это то, что вот этот вот разъем, это на самом деле не настоящий ZX-бас и не позволяет подключить к нему контроллер дисковода, ну а в целом я бы его, конечно, рекомендовал к покупке, если вы спектрумист и любитель вот такого рода интересных железок, к сожалению, сейчас это устройство не продается, не продается оно даже, пожалуй, по двум причинам, первое, то, что производится оно в Испании, а купить сейчас что-нибудь в Испании достаточно сложно, то есть и заплатить, и привезти, и прочее, ну а второй фактор, это то, что еще было, наверное, с 2020 года наблюдается дефицит чипов, вот этих всех ФПГА, и, скажем так, их и сложно и купить, и они стали гораздо дороже стоить, и поэтому, например, вот данное устройство я покупал за 130 долларов, например, а сейчас, ну вы можете рассчитывать, например, на 330, и кто уже купит за 330 долларов, вот такое вот устройство непонятно. Пока устройство на сайте Антонио Вилена, который его производит и продает, обозначено как Out of Stock, вот, ну и понятное дело, что все ждут ликвидации дефицитов всех этих, вот, и возвращения его к производству. Ну а мы ждем еще также возобновления поставок из Испании в Россию. Вот все, что в принципе я хотел про это устройство рассказать. Если какие-то есть вопросы, то задавайте их в комментариях, я постараюсь на них как можно подробнее ответить. Ну и читайте мои статьи, там в принципе достаточно подробно многие вещи расписаны. Еще раз спасибо за внимание, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok